инструмент снижения вашего налога на недвижимость привет друзья на связи рина пинтанида ваш риэлтор во флориде сегодня мы с вами углубимся еще раз в определенные термины которых да то они вам не знакомы но которые мне хотелось бы пояснить и сегодня мы непосредственно будем говорить о холмстед или иногда это еще называют экземпшен что это такое это вычет из налога на недвижимость то есть это такой своеобразный инструмент который есть во флориде узнавайте есть ли это ли в ваших каких-то других штатах инструмент снижения вашего налога на недвижимость и который мы платим вот во флориде один раз в год мы его платим подробно мы об этом как раз сегодня с вами и поговорим а до этого хочу напомнить вам что вы обязательно подписались на мой канал поставили лайк если считаете это видео нужным и полезным нажали на колокольчик чтобы получать уведомления о моих следующих видео приходили ко мне на живые стримы по субботам и вообще всячески поддерживали меня своими вопросами добрыми комментариями за что всегда вам большое спасибо а мы с вами давайте разбираться что же такое холмстед если мы будем говорить возвращаться вот как бы к слову она это слово пишется вот так вот холмстед иногда это еще называется такс экземпшен или экземпшен это все одно и то же то есть если будет называть вам разными словами что вы это понимали это своеобразный способ уменьшения налога на недвижимость в первую очередь на кого он распространяется и кто может на него претендовать резиденты имеется в виду граждане соединенных штатов америки и владельцы green card если у вас пока статус не ясен но тем не менее вы владеете какой-то недвижимостью на вы к сожалению холмстед не можете сделать если хотите это все уточнить уточняйте пожалуйста в своих каунте следующий момент кому это надо да естественно налог на недвижимость если вы живете на арендована в арендованном жилье пока этот история не про вас я сейчас говорю для тех рассказываю у кого свое собственное жилье то есть жилье в собственности третий момент на который стоит обратить внимание это это жилье у вас собственности должно быть в штате в штате флорида это должно быть ваше единственное жилье оформленное на физическое лицо не на л л си и использующиеся как ваша праймеры везидент то есть первое жилье для жилье для жилья условно скажем то есть повторяю гражданин соединенных штатов или владелец green card имеет собственности жилье они арендует и это его единственное жилье на территории штата флорида вот эти три параметра которые позволяют вам снизить налог на недвижимость попутно это может быть там по возрасту по инвалидности служба в армии служба там в государственных каких-то структурах это может быть дополнительно да еще еще какие-то категории для того чтобы снизить этот налог но вот это вот три главных входящих условия то это такое давайте я покажу вам такую брошюру которая у меня есть в виде формате если вам нужен пожалуйста зайдите на сайт оставьте свои контакты и я обязательно вам ее вышлю на электронную почту я к сожалению не могу ее прикрепить здесь никак и в описании не могу ее положить потому что брошюра выглядит вот таким вот образом и вот тут вот как раз вы видите property tax information for first time florida homebuyers тех кто покупает жилье в первый раз property tax oversight то есть вот такой обзор налога на недвижимость который вам предстоит и вот здесь вот чем хороша эта брошюра вы здесь видите живые ссылки на которые вы потом можете кликнуть видите написано homestead exemption brochure вы можете кликнуть на эти ссылки и получить дополнительно вот эти все документы если вы хотите эту брошюру получить заход проходите по ссылке которую сейчас я выкладываю в правом верхнем углу кликаете оставляете свою электронную почту и я вам пришлю пишите что вам нужна эта брошюра я вам эту брошюру пришлю а мы с вами поехали дальше значит где еще и каким образом можно посмотреть когда вы собираетесь покупать жилье был ли у ваших предыдущего у продавцов был homestead или нет к сожалению я вижу это все в своем профессиональном листинге и я не вижу это в на на открытых площадках у себя я вижу это следующим образом давайте покажу вот у меня листинг вы видите что вот в этом листинге вот здесь написано налоги 360 долларов вот так а вот тут написано homestead homestead yes это говорит о том что в этом доме продавцы уже оформляли homestead что это знает говорит для вас то есть тот налог который платится здесь вот этот совсем маленький налог он у вас не будет совершенно таким потому что если этот дом вот сейчас этот дом торгуется за 300 тысяч налог в этом случае будет вот полный налог где-то четыре с половиной тысячи а никак не 340 долларов это обязательно надо помнить у меня часто покупатели говорит о и там маленький налог давайте брать это жилье это там маленький налог этот маленький налог относится исключительно к тем собственником жилья на которых он распространялся у вас этот налог будет совершенно другой и вот если мы возьмем с вами другое жилье вот он другой дом точно также на рынке стоит и вот здесь мы смотрим налог 1862 доллара вот она homestead нету нету холмстеда то есть они здесь по каким-то причинам там да у них он не оформлен не все могут позволить себе оформить этот налог но и вычет но если у вас вы соответствуете всем вот этим критериям вы обязательно должны воспользоваться этим правом и этот на вычет на себя оформить этот вычет как бы больше становится если в семье находится несовершеннолетние дети если в семье есть и иждивенцы инвалиды то есть тогда вот это вот это вычет этот он будет очень и очень существенный налог на недвижимость объявляется каунте 1 ноября то есть вот до 1 ноября они там считают вот это все сводят и 1 ноября у них уже готовый налог на недвижимость это на текущий год имеется в виду да при этом вы можете заплатить его в ноябре в декабре в январе феврале до 1 апреля вы можете заплатить этот налог который вы узнаете 1 ноября если вы хотите оформить холмстед то вам для этого нужно прочитать брошюру зайти на сайт апрейзеров и оставить заявку на одобрение раньше эту заявку нужно было оставлять до 1 марта и поэтому была вот такая как бы путаница до 1 марта заявку а 1 апреля можно заплатить нет вот тут вот тонкость такая вы оформляете эту заявку с таким временным запасом чтобы к 1 ноября у вас все это пересчитали если раньше это было что вы должны оформить эту заявку до 1 марта сейчас эту заявку можно оформить до 1 июня и то есть если вы в тить в первой половине года оформите эту заявку в конце года 1 ноября вы увидите свой сокращенный налог на недвижимость годовой если вы его не оформляете до 1 июня да то у вас будет получаться автоматически вы платите полный налог и то есть делать холмстед вы можете только в следующем году это не надо оформлять каждый год если ничего не меняется у вас да если вы по не продали не купили не купили ничего какого-то дополнительного то есть вы как владеете и владеете этот налог у вас будет автоматически уже потом переначисляться но оформить его нужно как бы собрать эти все бумаги и отправить их до 1 июня в том случае вот если мы допустим оформили его в январе нам потребовалось где-то недели три на то что нам этот его одобрили то есть они проверили что мы действительно там граждане у нас это первое единственное жилье и прочее в этом случае у нас они прислали что этот налог будет приблизительно да никто не знает сколько это будет к первому ноября но нам написали что этот налог будет приблизительно от 2 2 400 до 2 900 то есть вот в этой вилке где-то этот налог будет изменяться в настоящее время он по моему у нас три 350 то есть вот если будем брать что 2 400 то есть получается на 30 процентов он у нас станет меньше при этом мы не пенсионеры мы не инвалиды то есть у нас нет никаких у нас нет детей иждивенцам то у нас нет никаких понижающих этот налог понижающих факторов в то время как у меня была клиентка которая когда оформила homestead ее налог уменьшился с 2 700 он был полный налог до 700 долларов то есть это получилось очень хорошее такое избавление и экономия которой стоит воспользоваться в разных штатах есть какие-то другие программы может быть они по-другому называются но пожалуйста не примените воспользоваться хотя бы вот я в этом случае всегда говорю обязательно надо попробовать попробовать может быть у вас получится уменьшить ваш налог на недвижимость вот и все что хотела вам сегодня рассказать сегодня такое у нас короткое видео напоминаю вам что если я пропустила какую-то информацию и у вас остались дополнительные вопросы пишите в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик до встречи в наших следующих видео ваши вопросы подсказывают мои дальнейшие темы и я с удовольствием вам буду об этом рассказывать с вами была рина пентанида ваш риэлтор во флориде пока пока у нас мы 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 и мы и Субтитры сделал DimaTorzok